Первая, вторая подсихка Итак, всем привет Давай пожаловать на тест-драйв Новые Нивы Так, только что куплен автомобиль Куда едем? Я на? В центре? В центре куда? Куда-нибудь Так Это у нас абсолютно новая машина Из салона, да, то есть трехдверная Комплектация 1,7 инжектор Выруливаем Слушай, а почему у него температурный датчик Движется постоянно? Итак, первые километры Ускорение у нас 4000 оборотов До 5 крутим Ну, не так разные резоны Неплохое управление Они бы модернизировали нас по сравнению По сравнению с предыдущим кузовом То есть здесь поставили раздатку Вот шевролинивая Мотор остался таким же Немножко улучшили управляемость Немножко улучшили управляемость Ну, чувствуется руль На мой взгляд Лучше, чем на УАЗе Повторяю, потому что на УАЗе он был Да, наверное, сейчас, да? Ты мне говори, котел? Да, да Но привыкать надо к этому автомобилю Но динамика неплохая По крайней мере И скажу, что она быстрее Хантера Ощущение, что немножко управляет Так же Нельзя сказать Но Маленькие переключатели Горников Ты где у дома, да? Сейчас, знаете что? Ну, четкие переключения Коробка похожа на классическую То есть, по переключениям Ходы минимальные То, что Тянуться вперед надо Немножко напрягает Если я С ростом Чуть выше среднего, да? То человек Ростом поменьше Будет напрягаться Вообще Нива Одна из тех машин Вот если, например Человек ездит на 221-м Мерседесе И он Может купить Ниву Просто из того, что ему нравится Если он не зародит То есть Тюник То есть Могу сказать одно Что данная Нива Будет появляться чаще У нас В обзорах Так как Пока она полностью Стоковая Но Планируют сделать Видео самолетов На следующей неделе Думаю, будет видео Про внешние изменения Ну, это классика жанра Это колеса Тонировочка Там музыка Ксидон Ну, то есть Это мы все покажем Вот Потом планируется Значит Глубокий Тюнинг двигателя Вы все будете это видеть Вот Ну Нельзя сказать Что Это проект Из грязи В Князе 2 Но подобное В принципе Я первой жизни Сел за роль Трехмерной Нивы Мне нравится Ну, как нравится Но Сказать что Ужасно нельзя Конечно Машину нужно дорабатывать Но Автомобиль Шустрее Чем Шеврали Нива По разгонам Это факт Расход Я думаю Это Нива Живет Литра 15 Думаю Ест Но Вибрация от коробки Вот я бы Насадку рычага поменял Не очень она удобная Вибрация есть на рычаге Чувствуется, что Там Чувствуется Каждую шестеренку Да Нет Не мощь Чувствуется мощь Каждой шестеренки Которая там Вибрирует Нахуй Да Не ну Посадка Очень странная На самом деле Вот Это классические рычаги Неудобные Очень На самом деле Лучше поставить Еще раз Ленину Сюда Тут подходит Вот Я сижу Как бы Не как Вроде как В классике Но высоко И Коленки Упираются в рулю То есть Немножко Это непривычно Дворники Здесь обязательно Надо поменять Конечно Они здесь Надо побольше Поставить Вот так Останется На бездорожье У нее конечно Потенциал есть Во первых Это не вообще Первая в истории Автомобиль Ну Можно сказать Кроссовер С постоянным Полным приводом С постоянным Полным приводом То есть Это первый Автомобиль С полным приводом Несущим кузом Это я считаю Наш технический прорыв Вот Ну С тех пор Ее особо Не дорабатывали Технически Да Как была Так и ездит Вот Ну По печке Конечно Нужно вопрос решить Лучше Как-то шум Цифроизолировать Я не знаю Ну очень Вот вроде Вот так может попроще Нам будет разговаривать Ну Сбой Раздатки Конечно Ничем не отменили Здесь Не знаю Что они там Модернизировали Я не представляю Что была Модернизация Но шумит Очень сильно Машина Очень Тормоза У нас хорошие Кстати Удивлен Очень чувствительная Педаль Класс Сорокий Как здесь включается Первый началь Вот Ужас Согласен Ну привыкать надо К этой машине Привыкать Может Масло поменять В раздатке Может лучше будет Какую-нибудь там Синтетику Далить Но управляемость Ну не сказал Что там Прям Рулем вправо Едем влево Да Здравствуйте Российский Здесь пятый Есть Не Ну по трассе Нормально Можно ехать 100 км в час 3000 оборотов Не особо Ну шумно Конечно А с целью Порточник Открыть Слышь Нашин А вы Смотрите Работает Так Немножко Подстраховывать Ну тормоза хорошие Мне понравились С печкой Говорить невозможно В салоне Итак По салону Значит у нас Шумная печка Вот Вторая скорость Здесь у нас Классическая Вазовская Приборная Панель То есть у нас Температура Тахометр Спидометр Уровень топливного Баг И пробег Так Механические Стеклоподъемники У нас Вот Такие Зажаты Мне кажется Они должны Раз это Разработаться Электро Или гур Гур здесь Или электро Гур Не грузите Руля Ну у тебя У тебя Утвердительно Очень получилось Это сказать Значит В центре у нас Воздуховоды Классическая Как на классике Регулировка Хотя здесь Раньше на классике По моему Был Скорость вентилятора Вот здесь Вот Это омыватель Задний Это печка У нас Сила у потока Это Туманки Рычаг Вибрация есть Но небольшая И рычаги Раздатки Здесь у нас Значит Пепельница И какая-то Ну да Пепельница Получается Небольшая Ну места здесь много Здесь дальше Бардачок Маленький Внешне Внешне Это классическая Нила Изменений Особо нету Да здесь То есть Каких-то там Нововведений Ничего Сверхъестественного Обычная Нила Только Новая И темно-зеленая Так Назад 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 Садимся Кое-как Ужас просто Я не знаю Это очень неудобно В принципе Сам за собой Помещаюсь Места здесь Хватает Для двоих Но Упираюсь головой Сюда Вот На сиденье Мне кажется Будет проблематично Ну хотя В принципе Нормально Влезаю Норм Так Багажник Открываем Отсюда Так Открываем Багажник Багажник у нас Багажник Да У нас небольшой И запаски Здесь нет Тоже Да Так же Заливаем Сюда Омывайку Заднее Сиденье Сиденье Складываются У нас В принципе Вперед Так же Под капотом у нас Запаска Как сюда торчит Но инжакторная двигатель Здесь Но ничего нет В принципе Должна Ехать Едет И без всяких Нововведений Запаска Конечно Здесь Не знаю Зачем В принципе Можно ее Скорее всего Назад поставить Первый Тюнинг У нас Уже В процессе Поменяли Лампочки Это что На лампочке Просто Обычные Синие Что Ну Короче Понеслось Так что Следите За Продолжением Тюнинг Тюнинг Уже Тюнинг Продолжение следует...